Через это окно мы будем наблюдать процесс сгорания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем привет! Сегодня у нас финальное видео. Видео испытаний самодельного электрореактивного двигателя, который я недавно сделал, но так и не успел его полноценно испытать. Нужно же измерить тягу. А еще обязательно нужно посмотреть, как работает камера сгорания. Как вы можете заметить, я установил прозрачное стекло. Стекло сделано из поликарбоната. Сильно усложнять не стал, потому что установка экспериментальная. И дальше компрессор пойдет уже на другие дела. Из дополнительного установил фильтр нулевого сопротивления. Вывел контакты наружу. Для тех, кто не в курсе, здесь внутри стоит двигатель на 5 киловатт. Он будет раскручивать крыльчатку компрессора, которая вдувает в камеру сгорания. Воздух под давлением. Давление до 0,2 бар. Смесь внутри зажигается. И все это дело вырывается через сопло. Вот такой вот агрегат получился, ребята. Сейчас мы будем его тестировать. Уже все, готовый продукт. Система подачи топлива выглядит вот так. Через вот этот шланг будет подаваться газ. И через тройник он будет поступать по этому шлангу на двигатель. Также здесь есть еще керосиновый насос. С помощью него мы будем подавать керосин в этот же тройник. И можно будет регулировать подачу краником. Все очень просто. Насос будет регулироваться шим-регулятором. Можно даже на радиоуправлении запускать, потому что здесь есть сервопривод шим-регулятора. Но я буду просто так вот руками. Ух, не терпится попробовать. Стенд с прошлых разов немного обуглился. Но это ничего страшного. Немного усовершенствовал регулятор оборотов. Добавил кулер. Потому что регуль на 80 ампер, а двигатель потребляет 125. Приходится усиливать. Пошел снежок, поэтому на улицу выкатывать не буду. Передумал. Будем запускать прямо здесь. Все системы подключены. Движок оживает. Керосин будет запитываться из этого бачка. Здесь где-то литра два. Весы подключены вот здесь. Ничего здесь не прикасается. Все нормально, все показывает. Надеюсь, тяга будет безумная, ребята. В общем, пробуем. Очень интересно, просто нереально. Прокачиваю керосин. Есть керосин. Ребята, прокачан. Теперь можно будет вентилем его открывать. Потихонечку включу и стартуем. Вот видно, заработала камера сгорания. Можете заметить, все прекрасно видно. Подключаю весы. Подаю керосин, ребята. Потихонечку. Подключаю весы. Первая попытка неудачная. Теросин не удалось подать. Уменьшаем обороты. Так, будем пробовать потихонечку. Так, керосин пошел, ребята. Пробую закрывать газ. Потухнет, нет? Тухнет, не хочет идти. Потихонечку. Тухнет, нерасшари во раме и б ton losы. Отель的а. Прод拝ать Russell, Да, керосин. Пог columnsftанца. Тухнет, бот. Направо. Тсrzyка. Влюзüyorsun. Подпилир 작은 . Тухнет, в Туп summit. Тухнет, просто mentions передал. Джамотта. Мягби, Продолжение следует... 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 Небольшой пожар у нас здесь. Бывает всякое у нас. Снова носим на улицу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иначе... Видите, какие могут быть жесткие проблемы? Все, весы сгорели похоже. Может надо... Ну да... С экраном что-то тут не то... Скорее всего керосин просто налился. То мы поправим. В общем, 3 килограмма тяги выдает этот агрегат. Но, как вы могли заметить, аккумы вздыхают, когда все... Все веселье заканчивается. Так что такие дела, ребята. Не повторять. Сделано профессионалами, так сказать. У меня, если что, два огнетушителя есть. Так что вы не переживайте. Просто я спасал аккумы. И нужно было их быстро отключить. Оказывается, ребята, и такое бывает. Вот он движок с пылу с жару. Рассмотрим его повнимательнее и разберемся, что же произошло. Высадились полностью в ноль аккумы. Регулятор дал команду двигателю остановиться. А так как подача топлива от другого двигателя идет, оно продолжило поступать внутрь камеры сгорания. Ну и вот вы видите, что произошло. Вздулся мой поликарбонат. Пока все в штатном режиме работало, эта внутренняя полость охлаждалась воздухом. То есть воздух проникал в те отверстия и внутри все горело, как вы могли заметить. Но как только продувка компрессором остановилась, все это начало неконтролируемо гореть. Слава богу, есть у меня огнетушители на крайний случай. Но удалось потушить и так. Тушил, чтобы спасти аккумы, потому что на них пролилось топливо. И они начали гореть. В общем-то удалось спасти. По-быстрому отсоединил. Этот вообще здесь только наружная изоляция сгорела. А так все в порядке. Здесь немножко вот здесь вот пострадало. Но никаких вздутий нет, все нормально. Так что аккум будет жить. Здесь немножко попытались подгореть силиконовые провода. Но их очень трудно спалить, потому что довольно-таки высокотемпературный материал. Не успели сгореть. После такой беды нужно аккумуляторы положить в отстойник. То есть в железный ящик, чтобы они там полежали, посмотреть за ними, понаблюдать, как они себя ведут. Мало ли что. Но это нужно обязательно сделать для безопасности. Ну а с этим устройством, друзья, мы, наверное, будем закругляться. Я думаю, это такой звоночек, что хватит. Стоп! Фильтр нулевого сопротивления тоже нужно будет заменить. Но вот эту камеру сгорания просто сниму. Останется компрессор для дальнейших применений. А применений у него, поверьте, очень-очень много. Мы еще все-таки на машину его поставим на какую-нибудь и попробуем стартануть, ребята. Ну и как бонус отсоединю фильтр. Я его временно здесь поставил и покажу, что там внутри. Есть ли копоть и вообще как там состояние компрессора. Копоть есть, компрессор подзакоптился. Теперь он черный такой. Вот здесь все нормально, ребята, поверьте. Я доохлаждал, потом подключал потихоньку. Все вращается, все хорошо. Ну давайте камеру сгорания еще покажу. Все равно ее отсоединять. Ну смотрим. Компрессорная часть Воняет керосином просто, просто дико. И камера сгорания вообще в хорошем состоянии. Тут ничего, никаких проблем. Все из жаропрочки. Тут ничего не может случиться. Вот это стекло можно заменить. Так вот, друзья. Давно я хотел сделать такой двигатель. У меня еще станков не было. Уже возникала такая идея. Ну вот, попытался воплотить. Не зря такое не делают. Мы не видим таких сейчас двигателей. Значит они имеют какие-то проблемы. Но компрессор пушечный получился, ребята. Компрессор будет работать. В общем, какие-то такие новости, друзья. Произошла нештатная ситуация. Надеюсь, вам все это дело понравилось. Просьба не бомбить в комментах, что я что-то там спалю. У меня есть все огнетушители, все есть. На бензине я не запускал его. А керосин, поверьте мне, очень горит, если нет наддува. Так что не переживайте, не волнуйтесь. Все будет нормально. Но вы никогда такое не повторяйте. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. Всем пока!